Атакус Атлас – ночная бабочка. Пока она была гусеницей, очень много ела, а теперь на строгой диете. Всю свою оставшуюся двухнедельную жизнь она голодает и радует зрителей своей красотой. Вот такое предназначение. Редкую возможность увидеть недолговечную утончённость нельзя упустить. Красиво и очень интересно, и оформлено хорошо. Чувствуешь себя здесь лучше, чем на улице. Климат тропического острова в центре Подольска – это 80% влажности и 24 градуса тепла. Благодаря особой атмосфере на глазах у посетителей вылупляются из коконов бабочки, чьей родиной являются субтропические леса Юго-Восточной Азии – от Южного Китая и Таиланда до Индонезии. Всего здесь представлено 15 видов крылатых красавиц. Контактная экспозиция вызывает восторг не только у детей, но и у взрослых. Тем более, когда знаешь легенды, связанные с тем или иным персонажем. Вот такие бабочки, рисовая бумага, они в Китае являются свадебным символом. Их молодожёны выпускают во время свадебного обряда вверх на счастье, на удачу. Администратор выставки Иван Ястребов увлечённо рассказывает о каждом своём подопечном, чем питаются, как защищаются и сколько живут. Эта бабочка не является ядовитой или что, поэтому у неё, как правило, всегда крылья, когда она сидит, у неё закрытые для того, чтобы отпугивать хищников. Детское увлечение стало делом его жизни. Как знать, возможно, и этот юный энтомолог, восхищённый увиденным, сегодня выбирает свою будущую профессию. Вот она спрятала язычок. Мне такие бабочки очень нравятся. Я их первый раз вижу. Не знаю, мне не нравится. Я хочу собирать таких. Елена Филина и Михаил Глазков. Новости Подмосковья. Из Подольска. У нас в Южной Америке.